друзья всем привет сегодня у нас занятие по бхагавадгите и наша тема аватары господа я прочту несколько очень важных известных стихов из бхагавадгиты как она есть с комментариями шрилы прапупады и так 4 глава трансцендентное знание 6 стих санскрит а джо писан авиа ятма бутанам и швару писан прокритим с вами что я сам бабами от мама я я перевод текста будучи нерожденным обладая вечным трансцендентным телом и являясь властелином всех живых существ я тем не менее каждую эпоху прихожу в материальный мир своей изначальной трансцендентной форме комментарий шрилы прапупады явление господа и его уход подобно движению солнца которая встает и проходит у нас перед глазами а затем исчезает из вида перестав видеть солнце мы говорим что оно зашло когда же она вновь появляется у нас перед глазами мы думаем что оно снова взошло над горизонтом на самом же деле солнце всегда остается на своем месте это мы обладая несовершенными органами чувств считаем что она то появляется в небе то исчезает вновь очень хорошая аналогия пример сравнение господь как солнце солнце она никуда не исчезает она всегда находится на своем месте но так как планета земля движется относительно солнца и мы на этой планете земля занимаем определенное положение то в какой то момент мы теряем способность видеть солнце а в какой то момент эта способность у нас появляется другими словами словами это не господь появляется исчезает это мы появляемся исчезаем перед взором господа поэтому строго говоря господь есть был и будет но иногда мы можем воспринимать его в этом мире а иногда такая способность у нас исчезает продолжаем дальше наш комментарий появление господа кришны в этом мире его уход нисколько не похоже на рождение смерти обыкновенного живого существа поэтому очевидно что он всегда остается вечным исполненным знания блаженства в ореоле своей внутренней энергии и никогда не попадает под влиянием материальной природы в ведах сказано что верховная личность бога является нерожденным и тем не менее кажется что он рождается в своих бесчисленных и разнообразных формах в литературе дополняющие ведом и также находим подтверждение того что рождаясь материальном мире господь не меняет своего тела шримат бхагаватам бхагавата пурана рассказывает о том что он предстал перед своей матерью форме четырех рукава на райаны владеющего в полной мере всеми шестью достояниями приходя материальный мир в своей изначальной вечной форме а господь являет живым существам свою беспричинную милость чтобы они могли медитировать на верховного господа такого какой он есть они на формы и образы возникающие у них воображение которые имперсоналисты ошибочно считает формами бога согласно словарю вишвакоша слово майя или атма майя указывает на беспричинную милость господа господь помнит все свои предыдущие явления и уходы в то время как живое существо забывает то что происходило с ним в предыдущей жизни как только получает новое тело господь является властелином всех живых существ поскольку находясь на земле он совершает чудесные сверхчеловеческие деяния поэтому господь всегда остается неизменной абсолютной истиной между его формой его сущностью его качеством его телом нет никакой разницы может возникнуть вопрос почему господь приходит материальный мир а затем уходит из него об этом будет рассказано следующем стихе и следующий текст четвертая глава 7 стих яда ядахи дарма сяга гланир бхавады бхарата абьюдханама дарма сято датманам сриджаны ахам всякий раз когда в материальном мире приходит в упадок религия и торжествует безбожие я сам не схожу сюда о потомок бараты комментарий особого внимания заслуживает употребленное здесь слова с риджами она не может означать созидание ибо как было сказано в предыдущем стихе все формы господа существуют вечно и не могут быть созданы поэтому слова с риджами означает что господь проявляет себя таким какой он есть хотя господь приходит в определенный срок один раз в день брамы в конце два пара юги 28 эпохи в период царствования 7 ману он господь не обязан в точности придерживаться этих сроков ибо всегда болен поступать так как сам того пожелает поэтому он приходит в материальный мир по своей собственной воле всякий раз когда там попирается истинная религия и торжествует безбожие религиозные принципы изложены в ведах и нарушая их люди превращаются в безбожников в боговата пуране сказано что эти принципы являются законами бога и установить их может только сам господь известно что изначально виды также были произнесены самим богом самим господом который поведал их брами вложив ведическое знание ему в сердце поэтому принципы дхармы или религии являются прямыми указаниями верховной личности бога дхармам тусакшат бхагават пранитам это цитата из бхагавата пураны все они изложены в шримад бхагавадгите целью вед цель вед утвердить религиозные принципы в соответствии с велением верховного господа который в конце бхагавадгиты сам говорит что высший религиозный принцип заключается в том чтобы предаться ему отбросив все остальные принципы изложенные ведах побуждают человека безраздельно предаться господу и когда демоны попирают эти принципы господь нисходит материальный мир из бхагавата пураны мы узнаем что господь будда которым который является воплощением господа кришны появился на земле в пору засилья имперсонализма когда материалисты творили зло прикрываясь авторитетом вед хотя ведах содержатся некоторые правила и предписания санкционирующие ограниченное убийство животных в строго определенных целях во время проведения жертвоприношений люди с демоническим складом ума до сих пор совершает жертвоприношение не считаясь с указаниями вед господь будда пришел на землю чтобы прекратить это безобразие и утвердить ведические принципы не насилия таким образом каждая аватара каждое воплощение господа приходит в материальный мир с определенной миссией и все они упомянуты в богооткровенных писаниях не следует думать будто господь появляется только на земле индии он может появиться всюду где и когда пожелает каждое воплощение господа говорит людям о религии ровно столько сколько они могут понять сложившихся обстоятельствах но у всех у них одна и та же миссия поднять людей на уровень сознания бога и побудить их следовать религиозным принципам иногда господь сам приходит в материальный мир иногда посылает сюда своего полномочного представителя своего сына или слугу а иногда приходит в каком в какой-нибудь скрытой форме и следующий стих 4 глава 8 текст паре троная саду нам и наша я чаду шкри там дхарма сам стапан артхая сам бавами юге юге чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев а также восстановить религиозные принципы я сам не схожу в материальный мир из века в век комментарий все читаем чередам рите кришнадаска вирадж отдает определение аватары или воплощение господа срежьте эту ей мурти про панчи аватары сэй ишвара мурти аватара на мадхары майя тита парабьемы сабара авастхана вишве аватари дхары аватара нам а перевод этого стиха аватара воплощение верховного господа нисходит из царства бога в материальный мир ту форму личности бога которая появляется в материальной вселенной называют воплощением господа или аватары такое такие воплощения изначально пребывает в духовном мире в царстве бога когда же они приходят материальный мир то получают имя аватара конец цитаты и дальше про пупада продолжает в комментарии есть разные типы аватар пуруша аватары гуна аватары лила аватары шактьявеша аватары манвантара аватары и юга аватары которые появляются на разных планетах вселенной строго определенное время но источник всех этих аватар господь кришна изначальная личность бога господь кришна нисходит материальный мир прежде всего для того чтобы исполнить желание своих чистых преданных которые очень хотят увидеть господа и его трансцендентные игры во время давания поэтому главная цель каждой аватары господа кришны удовлетворить желание его чистых преданных господь говорит что он нисходит в материальный мир из века век это значит что он воплощается здесь и в век кали как сказано в шримад бхагаватам в век кали господь приходит на землю в воплощении господа чейтани махапрабу